Мандаты депутатам Рязанской областной думы 6-го созыва получили народные избранники Рейс Рязань-Москва Автобусный маршрут до столицы стал короче и быстрее Всемирный день без автомобиля Жители областного центра неоднозначно встретили эту экологическую акцию Ну а теперь об этих и других событиях более подробно В понедельник прошло заседание региональной избирательной комиссии На котором состоялось третье распределение мандатов депутатов Рязанской областной думы 6-го созыва К работникам обл. избиркома на протяжении прошлой недели поступали обращения Об отказе от своих мандатов И вполне возможно, что и нынешний список парламентариев также претерпит ряд изменений Но сегодня в здании обл. правительства большая часть избранных депутатов получили удостоверение Областная избирательная комиссия утвердила список депутатов, избранных в областную думу 6-го созыва Соответствующее постановление о результатах выборов официально было опубликовано 22 сентября Согласно документу, в число избранных парламентариев вошли представители четырех политических партий Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР Сегодня в малом зале здания регионального правительства народным избранникам были вручены депутатские удостоверения Напомним, что из 36 мест в Рязанской областной думе 32 получили представители Единой России Два места у коммунистов и по одному у Справедливой России и ЛДПР А теперь о происшествиях Рязанские полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в стрельбе из пневматики во дворе жилого дома на улице Станкозаводской Информация о бесшумной стрельбе во дворе дома номер 26 появилась в социальных сетях вчера днем Местные жители тут же обратились в полицию На место немедленно выехал участковый полномоченный полиции Он зафиксировал повреждения и опросил местных жителей И вычислил, в какой квартире многоэтажного дома могли скрываться злоумышленники Вскоре участковый полиции установил, что хулиганским действием могут быть причастны трое 17-летних жителей Рязанской области Которые снимают в этом доме квартиру на время учебы Позже выяснилось, что непосредственно стрелял 17-летний житель Шиловского района По словам злоумышленника, недавно он приобрел у знакомого пневматическое ружье И таким образом решил опробовать новую игрушку Впрочем, его развлечение оказалось общественно опасным И юридически квалифицируется как хулиганские действия, за которые грозит штраф в размере 40 тысяч рублей В настоящее время по данному факту проводится проверка И еще о криминале В начале сентября прямо в центре города, возле остановки Дом художника Произошла возмутительная хулиганская история На ветерана Великой Отечественной войны напал уличный грабитель Однако, благодаря бдительности фронтовика и отзывчивости горожан Злоумышленника удалось задержать Виталия Сергеевича Толстого призвали в Красную армию в январе 1943 года После окончания ускоренных курсов Первого московского пехотного училища Он получил звание младшего лейтенанта День победы Виталий Сергеевич встретил в Будапеште А после войны долгие годы работал в органах прокуратуры Поэтому, когда 1 сентября с ним приключилась история из-за разряда папаша Огоньку не найдется, Виталий Сергеевич не сильно испугался Сижу, ко мне подходит, садится один мужчина Ну, подвыпившим немножко Ну и он что, говорит, в грубой форме Дай закурить Я встаю, понял, что от него нужно уйти Он, ну, в силу обстоятельств этих, опасный человек Как только я встал, он мгновенно набросился на меня Схватил меня двумя руками Я не могу шевельнуться Здорово, 57 лет ему, как оказалось И он шарит вот своими руками по моему телу Потом-то я догадался, в чем суть Конечно, в своей жизни ветерану Великой Отечественной войны И полковнику юстиции в отставке Виталию Толстову Приходилось сталкиваться и с гораздо более опасными случаями Однако, стоит сказать, что у Виталия Сергеевича, несмотря на фронтовую закалку Здоровье уже не такое крепкое, как раньше Ему поставлен кардиостимулятор И потому нападение на него могло окончиться весьма печально Если бы не подоспевшие вовремя бдительные горожане По факту совершенного нападения на ветерана возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» По всей стране в нынешнем году широко отмечали 70-летнюю годовщину победы в Великой Отечественной войне Активно принимали участие в торжественных мероприятиях и молодые люди Школьники и студенты ездили по районам области, встречались там с ветеранами Помогали им по хозяйству и записывали рассказы о фронтовой жизни Сегодня подвели итоги очередного творческого конкурса под названием «Портрет моего героя» Победа в Великой Отечественной войне вот уже 70 лет Никем не забыто Да и разве можно такое забыть? Сколько бед претерпел наш народ, сколько погибло людей, сколько было пролито слез И, конечно, мы благодарны тем людям, которые отдали свою жизнь за победу Ведь если бы советский народ не сражался тогда, до последней капли крови То не было бы и сегодняшнего мира 70-летие победы отметили в мае А мероприятия, приуроченные к этому светлому дню, до сих пор продолжаются Так сегодня в Доме общественных организаций подвели итоги конкурса «Портрет моего героя» Мы два года назад вместе с Министерством молодежной политики, физкультуры и спорта И областной газетой «Молодежная среда» объявили конкурс «Портрет моего героя» Посвященный 70-летию Победы На конкурс было прислано более тысячи работ Из города Рязани и очень много работ из области Писали школьники, студенты, преподаватели и просто рязанцы Работы порой уникальные Это фотографии, это письма, это рисунки, это сами эссе, стихи Уникальные работы, они открыли имена, некоторые из авторов открыли имена, о которых даже никто и не знал Истории наших дорогих бабушек и дедушек, которые в годы Великой Отечественной войны боролись за свободу народа За мирное небо над нашими головами рассказывали в виде сочинения, рисунков, эссе, стихотворений и видеороликов Я написала о своей маме, которая для меня, моя мама для меня является моей родиной Так я об этом и написала, что моя мама – это моя родина И в связи с тем, что она защитник блокадного Ленинграда, статья называлась «Кутузова защищала ленинградцев» И она мне рассказывала такой свой боевой путь, где она воевала, где она начинала И что она прошла, начала, военные действия у нее начали, война у нее началась с Ленинграда, с защиты Ленинграда Потом они освобождали Прибалтику И вот 168-я стрелковая дивизия после освобождения города Риги, латвийского, стала называться Рижской стрелковой дивизией Потом они, значит, освободили полностью Прибалтику, а победу у них, победу они встретили на Дунае, в Румынии Я писала про ветерана Маркина Алексея Алексеевича, он был фронтовик Ну, жил он подо мной Я ходила к нему домой, он показывал мне награды Мне стало это все интересно, и я как бы решила написать про него Ну, о нем мало кто знал Удивило то, что у него как бы, ну, когда он был на войне, он потерял ноги И он, ну, как бы не сдался, он стал дальше жить Также он вышел, ну, также он женился Прямо 9 мая, в День Победы Меня как бы это очень удивило И наш священный долг – святочить память тех, кто воевал за счастье мирного дня Знать и помнить свою историю, чтобы не возникали на нашей земле Бессмысленные, жестокие и кровопролитные войны К другим темам Стало известно, что теперь поездка на автобусе в Москву стала несколько короче по расстоянию Ранее, как многие помнят, маршрут оканчивался на станции Выхина Вчера же столичные власти в торжественной обстановке открыли новую станцию в городе Котельники Это, по их мнению, поможет жителям юго-восточных районов и областей почти на полчаса быстрее добираться до центра Москвы Сегодня наша съемочная группа побывала на Рязанском автовокзале И узнала, как будет теперь выглядеть автобусный маршрут до столицы Изменения в маршруте автобусов Рязань-Москва произошли во вторник, 22 сентября Расписание, как говорят руководства центрального автовокзала, не поменялось А вот протяженность и, самое главное, продолжительность пути стала более короткой Связано это с тем, что метро Котельники, она выходит за МКАД И в результате этого длительность поездки вместо трех часов, которая была до Выхина У нас будет составлять порядка 2 часа 10 минут, 2 часа 20 минут Для рязанцев, конечно, это будет намного удобней Потому что автобусы будут ходить чаще в связи с тем, что длительность поездки резко сократится И это будет также находиться около станции метро Доехал до станции метро и уже едешь туда, куда тебе необходимо Конечную остановку перенесли от станции метро Выхина к станции Котельники И теперь большинство автобусных рейсов, курсирующих между столицей и Рязанью Будут останавливаться именно здесь Время в пути уменьшается Соответственно, все у нас, ну, пробки основные были у нас на МКАДе А сейчас, ну, 10-15 минут точно убавлялся То есть Котельники ближе Удобно нам, да, добираться очень хорошо Почему? Ну, вроде как удобный маршрут Вот, и вроде как поездка, как бы сама по себе такая хорошая Удобно, не знаю, нам очень нравится Ну, новая станция, правильно, то есть в новости тоже смотрела И, а так, только впервые буду ехать Напомним, что станцию столичного метрополитена Котельники Торжественно открыли 21 сентября Она расположена прямо на границе Москвы и Московской области Таким образом, выйдя из рейсового автобуса в Котельниках Сразу можно будет сесть на метро И, следовательно, несколько сократить свое время Чтобы добраться до нужных учреждений в центре столицы А сегодня активисты-экологи призывают обитателей планеты Отказаться от поездок на автомобиле Дело в том, что именно 22 сентября выбран как Всемирный день без автомобиля В ряде стран присоединяются к такой акции даже официальные власти В Рязани сотрудники госавтоинспекции воспользовались Всемирным эко-движением Чтобы рассказать юным школьникам о безопасности ПДД День без автомобиля – это символическая акция, призванная напомнить обществу О вреде чрезмерной автомобилизации Впервые его провели в Швейцарии в 1973 году В связи с разразившимся тогда топливным кризисом Такое альтернативное эко-движение затем еще четверть века Держалось благодаря лишь отдельным энтузиастам Но в конце 90-х в разных странах Европы Все больше людей стали предпочитать личным автомобилям Общественный транспорт либо велосипеды Сейчас в ряде мегаполисов устраиваются настоящие велодемонстрации А число участников по всему миру оценивается примерно в 100 миллионов человек Десять лет назад к такой акции присоединилась и Россия Сейчас поддерживают инициативу отказа от личного авто практически во всех крупных городах нашей страны Рязани стал исключением Однако мнения у горожан на эту тему различаются Ну полезно, во-первых, сразу воздух становится свежим после этого Когда люди перестают И здоровье людей А у вас не получилось сегодня отказаться? Ну у меня работа Спасибо Да какая разница? В чем полезность-то? В смысле полезно? Экология Экология. У нас тут это воняет сероводородом, там турлаты увеки дают Ну вообще, наверное, полезно, чтобы не пачкать город глазами своими Но я не могу, у меня дела сегодня Потому что мне надо ребенка в детский сад отвезти А вообще, как думаете, полезно такой день соблюдать? Отказывалась от машины на один день всего лишь? Сложно сказать В день отказа от автомобилей в Рязанской школе номер 69 прошел необычный урок для учеников пятых, шестых и седьмых классов Провели его сотрудники госавтоинспекции Они организовали для школьников игры и конкурсы, которые напомнили ребятам правила дорожного движения Автомобиль, действительно созданный когда-то в помощь человеку, в настоящий момент представляет определенную угрозу Как экологическую, так и безопасность жизнедеятельности человека Поэтому необходимость соблюдения требований правил дорожного движения и законопослушного поведения на дороге – это основа безопасности Это занятие дорожных инспекторов с ребятами прошло на территории школьного автогородка, который весьма похож на городскую улицу Мы хотя бы на один день очистим свою атмосферу Потому что, во-первых, велосипеды не загрязняют наш окружающий мир и качаются ноги, и ты дышишь свежим воздухом Мне кажется, да, потому что человек, когда едет на велосипеде или даже ходит, его здоровье улучшается, он становится сильнее духом, дышит свежим воздухом Да, это полезнее Потому что люди в последнее время двигаются очень мало И ездят больше всего на автомобиле Автомобиль загрязняет воздух Из-за этого такой день очень полезен для окружающей среды и для человека В общем, осознание того факта, что автомобиль иногда даже полезно сменить на велосипед, ко многим приходит уже сейчас Кирилл увлекается как велосипедными прогулками по городу, так и велосипедным спортом И уверен, что велосипед – это не только приятный способ передвижения по городу, но и хороший способ укрепить свое здоровье Во-первых, велосипед – это радость Во-вторых, он прост в управлении, прост в обслуживании, он экологичен, экономичен, ну и просто стильно выглядит К сожалению, велосипедисту в Рязани тяжко живется, довольно опасно, потому что приходится ездить вместе с машинами по ПДД Но, к сожалению, велодорожек специальных нет Есть одна, но она, считай, без начала, без конца Поэтому ее, как мне кажется, нужно начать от Кремля и продлить до ЦПКО Тогда она будет, в принципе, культурным местом и можно будет даже под это делать целый туристический маршрут Словом, почему бы действительно не задуматься и не внести в свою жизнь такое замечательное транспортное разнообразие Тем более, что погода шепчет, а потому вполне располагает к велосипедным прогулкам И это был заключительный видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска Ну а завтра, как сообщают сотрудники регионального управления МЧС Пройдет проверка системы экстренного оповещения Сирена запустят утром с 9 до 11 утра Но спасатели просят не волноваться, поскольку тревога будет учебной А с новостями на сегодня это все И до встречи в завтрашнем эфире Уважаемые жители города Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания Напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии В том числе предоставленной на общедомовые нужды Телефон для справок 40 20 40 40 40 20 40 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова